здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня вас ждет очередной разбор разбор который выиграл во вкладке сообщества на разбор еще несколько дней назад но в связи с обстоятельствами нам пришлось его немного отодвинуть но сейчас то что вы заказывали пожалуйста получайте естественно я его поставила на разбор потому что у меня было что сказать это разбор встречи путина и эрдогана в самарканде а и здесь было несколько таких сигналов тела которые я бы хотела вам показать и заострить на них внимание для того чтобы мы с вами ну как вы понимаете мы здесь обучаемся мы здесь разбираем именно невербальные сигналы тела и давайте разберемся что же от нас скрывают наши лидеры то что скажем на а нам это хочется знать правильно нам всегда хочется знать то что от нас пытаются скрыть адам но и начать я решила с этого неформального фото встречи и здесь знаете уже многие совершенно не эксперты а люди просто разбирающиеся в жизни да вообще люди с жизненным опытом уже сразу вот комментируют сразу понятно кто в доме хозяин а по каким признакам это понятно вот на этом я как раз и хотела заострить внимание для того чтобы вот наш процесс обучения происходил именно наглядно мы на нашем канале именно обучаемся поэтому если кто-то еще не подписан на канал пожалуйста подписывайтесь и давайте смотреть почему сразу понятно что в доме хозяин именно вот этот человек а именно президент турции эрдоган а ну потому что во первых расположение всех присутствующих до эрдоган находится на возвышенности стул более высокий да и соответственно это дает ему преимущество но обратите внимание он же не один сидит на таком стуле да вот еще один персонаж сидит на таком же высоком стуле но он не не считается мы его не воспринимаем как лидера почему потому что например эрдоган находится в центре можно сказать событий да на него все смотрят а вот этот человек обратите внимание несмотря на то что он сидит на высоком стуле он закрыл свою паховую область у мужчины это признак опасности мужчина всегда в закрывает свою паховую область женщина закрывает грудь или живот мужчина как раз закрывает паховую область это вот такие физиологические особенности мужчин и женщин да но мы видим что это уже говорит нам о том что он неуверенно себя чувствует да безусловно ноги расставлены это уже хорошо но у мужчин как правило чаще всего они как раз ноги расставляют да это физиологически им так удобней дальше смотрите следующий момент который говорит о том что человек чувствует себя неуверенно он сутулился он скажем так у него не расправлена грудная клетка а он сидит и немножечко вжимается в стул он пытается ну вот тело у него не позволяет ему расправить плечи до распрямиться и выглядеть выше он как бы себя немножко уменьшает в размерах и еще один признак того что он чувствует себя неуверенно он отклонился немного от лидера он дала сейчас как раз в этот момент видимо он моргнул да и поэтому глаза закрыты но он тоже смотрит на эрдогана но при этом он немножко отклоняется потому что он чувствует себя неуверенно он просто-напросто боится того человека с которым вот получается он на одном уровне то есть получается что даже невзирая на то что расположение да вот есть еще один человек который расположен также высоко как эрдоган но он не лидер давайте вернемся к эрдогану так а значит то что он сидит во первых выше во вторых на отдельном стуле да ну вот про этого персонажа мы тоже в принципе он тоже на отдельном стуле но мы видим что он сидит и боится все остальные сидят на общем диванчике в принципе у них там есть возможность для каждого организовать кресло там чуть ли не лежаки ну на встрече такого уровня это легко организовать но почему-то всех усадили на общее кресло на общий диван почему это сделано да потому что всех как бы пытались немного уравнять да и немного принизить ну вот вот такие вот подводные немножечко течение дать немного такие камешки подводные которые используются на таких встречах да то есть вот эти все расположения они не просто так как говорил и не пух это же неспроста дальше смотрите он в центре находится сидит ровно свободно вот обратите внимание корпус не сгорблен он вот вся как он находится в динамике да вот его тело находится в динамике он жестикулирует он свободно что-то говорит да все его внимательно слушают и значит вот что касается корпуса он абсолютно не чувствует никакого дискомфорта он увлечен своей беседой но при этом обратите внимание корпус свободно располагается в пространстве так как ему удобно он не отклоняется никуда он ничего не боится он сидит очень в удобной позе для того чтобы рассказывать собеседникам какие-то интересные вещи да даже тут можно и неинтересные рассказывать на тебя все равно будут смотреть с обожанием потому что ты центральная фигура то что он центральная фигура это видно сразу да и без вот этого невербального меня посыла дальше жестикулирует ладонью вниз то есть мы знаем что когда ладонь открыта мы ничего не скрываем мы раскрываем перед собеседниками душу а если ладонь вот так вот то ну в принципе мы оставляем за собой право открывать только то что на мы считаем нужным мы позволяем за собой право руководить таким образом потому что этим жестом мы еще и говорим помолчи пожалуйста да вот как бы успокаиваем тоже вот этим жестом то есть вот все в нем говорит об его уверенности вторая рука свободно лежит на ноге нет никаких зажимов нет никаких попыток спрятать паховую область а у мужчин стрессе обычно вот они как раз в первую очередь прячут именно паха ну вот закрывают именно это место дальше ну в общем то понятно да и по нему понятно теперь давайте по другим участникам пройдемся и посмотрим кто и что из себя представляет ну а конкретно пройдемся по двум участникам которые нам с вами наиболее интересны это вот пожалуйста путин и лукашенко здесь мы видим прям такое заискивающее обожание я знаете я путина вот с таким выражением лица из таким вот уважительно вот унизительным лиц вот выражением вообще всего тела не видела вот с этих времен посмотрите когда он носил чемодан собянину ой вы простите собчак договорочка такая интересная может видите вот он несет чемодан здесь и вот мы видим что он очень подавлен здесь он тоже ну то есть вот с этих пор я такого лица у путина не видела чтобы он с таким обожанием смотрел на собеседника да и с таким благоговением просто вот ну мы видим что это это просто знаете раболепство на его лице да он улыбается на всякий случай активно слушает руки обратите внимание как у него скрещены руки он действительно находится в стрессе то что руки пошли сюда да это уже хоть они и не паховую область в общем-то закрывают да они несколько ниже опустились все равно это говорит о том что они в принципе шли именно в это место это место надо было закрыть но у него настолько он подавлен что он просто не может ну прям четко вот те места закрывать которые он хочет да во вторых он старается как-то не выдать себя да это привычка это понятно в общем то и поэтому руки как бы опустились вот как-то так безвольно упали туда между ног и вот он сидит такой весь вот все активное слушание показывает а еще на что обратите внимание это на его корпус вот все остальные стараются как-то сесть поудобнее да вот вот этот человек например он облокотился локтем на подлокотник да и у путина была возможность откинуться например диваны я думаю там довольно удобные если бы он чувствовал себя поувереннее он бы облокотился но вот это вот поза когда он вместо того чтобы удобно облокотиться или как-то более удобно просто сесть он выбирает вот такой полу наклон вперед сидит вот ровно как в готовности если надо услужить да вот это говорит о том что он совершенно не чувствует себя уверенно он старается очень сильно понравится и ну вот вот такого я его давно не видела даже при всем его огромном опыте публичных выступлений публичных каких-то вот таких встреч ну там неформальных встреч он всегда как-то выглядит ну более уверенно здесь вот просто человек подавлен и ну так вот такого заискивания я давно не видела ну вот со времен собчака да еще один персонаж довольно интересно получается вот смотрите а здесь уже просто вот раболепство перешло уже все границы смотрите вот тут активное слушание но довольно сдержанное а у лукашенко это просто знаете он открыл как бы от удивления рот до открыл глаза вот здесь вот прям удивление это вот не просто активное слушание когда вас слушают с удивлением это намного лучше воспринимается до человека ну кстати имейте в виду если вы хотите человеку понравится вот так его слушаете как сейчас лукашенко это делает понимаете это просто вот вот такое знаете да ты что сказал да это что правда и вот это удивление очень хорошо работает вот имейте в виду но лукашенко тоже в этом деле мастер и ну видите как он тоже умеет быть таким заискивающим и готов быть полезным да и мне понравилось как он сложил руки у него тоже она закрывает паховую область это понятно потому что он тоже чувствует себя неуверенно но смотрите вот у него в принципе такая знаете как пика пика из рук складывается но она вниз то есть это говорит о подавленности а самое вот что ну вот что желательно вам никогда не делать вот это и вот вот так вот не скрещивать руки потому что но это воспринимается на бессознательном уровне несколько неприлично не буду это озвучивать но вот вот это вот как бы не очень хорошо вот таким образом но от стресса как мы понимаем да у лукашенко вот такая вот получилась фигура руками и ну что поделать да значит ну вот такая получилась зарисовочка да теперь давайте немножечко пройдемся по тому что сказал путин и насколько он был правдив хотя правда и путин как мы уже с вами знаем по событиям последних дней вернее знаем давно но по событиям последних дней мы понимаем что правда и путин мы уже полностью убедились в том что правда и путин это вещи абсолютно несовместимой но давайте посмотрим все таки что он хочет сказать эрдогану что он говорит эрдогану и здесь в общем-то внимательно следите за вкладками я вот за этими субтитрами на потому что я постараюсь меньше вклиниваться просто вот чисто невербалику давайте смотреть уважаемый премьер-министр уважаемые коллеги я очень рад нашей новой встречи после наших контактов по телефону после видите как он изображает такую деловитость но на самом деле конечно же это не деловитость а просто он смущен он не особо здесь понимает что он как в своей тарелке он пытается собраться вот и вот здесь вот эти жесты манипуляторы они как раз что-то взять что-то потрогать по перебирать вот это вот говорит о его о его стрессе личного общения в сочи в начале августа текущего года ситуацию а вот это вот говорит о том что ситуация ухудшилась да он нам сейчас скажет что ситуация стала лучше или я не помню что он тут сейчас скажет но чтобы он сейчас не сказал вот после этого жеста имейте ввиду что ситуация вот села мне на шею вот что обозначает этот жест давайте посмотрим что он скажет видите а лицо тоже досада а смотрит у него ничего не и многосторонним развивается достаточно активно значит ситуация развивается активно да ну да очень активно хуже некуда активно я бы сказала до теребит блокнот то есть все жесты говорят о том что ситуация просто аховая что все плохо все настолько плохо что он даже вот видите он он даже слов подобрать не может подходящих ну в общем то и тело даже подводит представьте настолько опытного человека в публичности да как он красиво врет обычно да вот мы видим как много он вранья нам вот за все свое президентство нам выдал да и здесь он даже врать не может дальше следующий фрагмент хотел бы отметить конечно что проделана большая работа по гармонизации наш видите как он нерешительно как все плохо то есть гармонизация наших отношений но что-то прям совсем плохо на смотрите вот здесь левую ноздрю он как бы вот здесь вот ноздря даже окантовочка крылышко носа у меня зеркалит просто камера поэтому я здесь так а ну да вот так подождите это же это же у него а стоп да действительно это у него левая ноздря левая ноздря вообще левая окантовочка крылышко носа окантовочка крылышко носа это цели под нос он у нас про разведку которая вдаль вот мы знаете нос его не обманешь нос это такая вот прям разведка это та информация которую мы можем получить и не раз не расшифровать на уровне мозга а на уровне бессознательного все по полочкам раскладывается и вот у нас создается вот от информации полученной от носа у нас создается какое-то ощущение что мы знаем правильный ответ но мы не можем понять откуда он пришел да и вот поэтому вот эта информация она самая точная но она часто слишком много сомнения вызывает потому что но она откуда-то приходит вот вдруг мне хочется встречаться с этим человеком почему вообще что что не так оказывается его запах подходит мне по каким-то критериям да но вот вот такие вот вещи которые мы не осознаем а наше бессознательное она уже четко знает да или нет то есть надо это нюхать не надо это нюхать надо уходить или надо оставаться то есть вот это вот все это с помощью вот этой окантовочки крылышки крылышко носа окантовочка крылышко носа слева это про интуитивные какие-то вещи про эмоциональные вещи и получается то что он здесь пытается активизировать да он как бы пытается найти какое-то решение такое может быть уже глубокое которого которая сложно найти и при этом ну видимо вот судя по остальным реакциям тела он не находит такого вот четкого решения до которое можно здесь использовать и вообще но получается что мы пытались пытались найти какие-то точки соприкосновения но судя по реакциям тела это сложно проходит это уже на каком-то эмоциональном уровне нам надо как-то найти эти точки соприкосновения вот что говорит его тело да и смотрим дальше видите корпусом стороны он кстати всегда когда врет у него я уже сейчас его стало так раз это самое вот именно сигналы вранья и сигналы его волнения даже не вранья волнение когда он больше волнуется он начинает корпусом из стороны в сторону и вот здесь вот прям вот этот корпус пошел в сторону это говорит о том что это вызывает в нем серьезное волнение то есть мы эмоционально очень искали вот эти способы как-то взаимодействовать но вот это вызывает у нас какие-то но в общем сложно все очень сложно и еще ниже опускает челюсть то есть вот все плохо ношение по очень многим направлениям прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад который вы вносите и внесли в реализацию продовольственные программы вы сегодня ой как ему это не нравится ой как ему это не нравится то что вот эта ситуация с зерном это же эрдоган тогда разрулил и украина смогла вывести зерно ой как как ему это вот напрашивается такое выражение серпом по яйцам извиняюсь за такое выражение но это просто вот знаете по-другому не назовешь в данном случае да вот прям такое презрение так поджимает губы так ему это листок отложил хорошо ладно я пошел тебе навстречу будешь отрабатывать да то есть вот все все ему не нравится но смотрите он свою шпильку вот знаете вот такая женская шпилька вот прям это же об этом упомянули я имею ввиду с украинского зерна и будем надеяться действительно что значительная часть его пока это не удается достичь все-таки пойдет по программе меня в программе продовольственной программе для беднейших стран ой как он шпильку такую вставил женскую надеюсь нас не обманывают и вот эта программа так у него из головы выпало до названия на но тут что можно сказать очень ему это все не нравится очень и он видимо это показывает и эрдогану да что типа я пошел тебе навстречу это же твоя была просьба да вот теперь пожалуйста иди ты мне навстречу вот я думаю что с этим посылом либо просто он психует от того что ему пришлось тогда как то вот там какая-то ситуация получилась не очень приятная для него насколько я знаю ну в общем вот так вот в общем ему эта ситуация очень не нравится но он благодарит все таки за то что тот поучаствовал и как бы здесь надо благодарить да в данном случае он конечно очень податливый отходчивый и так далее дальше следующий фрагмент мы в свою очередь тоже осуществляем значительный объем продаж хотел бы тоже вас проинформировать наши эконом-операторы получили соответствующий сигнал о том что они и нашу продукцию тоже могут вылазить через через турцию имея ввиду но в общем он видимо для этого и приехал не знаю что ему эрдоган на это ответит но вот это его предложение да то есть он сначала намекнул напомнил что я пошел тебе сейчас навстречу да мне это было очень неприятно но сейчас вот у меня есть такое предложение мы же тоже производим что-то пожалуйста вот мы можем быть и интересные в то же время на ты же должен мне да да давай принимаю участие в том чтобы это все хорошо разрулилась что турция является надежным партнером в этом плане может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира в том числе и стороны азии латинской америки африки поскольку мы вас там туда и продаю на основном и продаем в эти в эти страны знаете вот этот кашель по поводу мы в основном туда и продаем это неспроста потому что если вы обратите внимание почем мы торгуем с тем же самым китаем например газ мы продаем китаю в 10 раз дешевле чем европе вот такая вот арифметика кстати я могу это все подготовить его на каком-нибудь стриме на каком-то эфире вам это показать эти цифры потому что но да действительно пришлось переключиться на страны которые меньше платят во много раз меньше платят потому что цивилизованные и богатые страны отказываются от сотрудничества с россией вот к чему привела политика нашего дорогого президента да значит ну ладно я не буду особо сейчас высказывать свое мнение по поводу согласно я или не согласна и в общем то вот вот что я хотела вам показать да делайте выводы тоже сами значит не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео напишите свое мнение что вы считаете по поводу вот вообще его жестов по поводу расположения в зале может быть у вас еще есть что сказать я очень буду рада почитать ваши комментарии может быть вы еще мне как-то дополнить этот эфир обычно комментарии которые такие развернутые и содержательные они всегда находятся наверху и позволяют многим людям еще глубже окунуться в вопрос до который может я что-то не до конца рассмотрела поэтому призываю вас пожалуйста пишите комментарии развернутые и вот это будет наша площадка для общения да не забывайте подписаться на канал или я уже это сказала да значит я на этом буду прощаться вот свое обещание во вкладке сообщества я выполнила то есть путин выиграл там как раз можете сами заглянуть в этом голосовании скоро выставлю новое голосование пожалуйста будьте активными для того чтобы я разбирала тех кого вы действительно хотите видеть на моем канале да я с вами прощаюсь желаю вам всего самого хорошего благополучия пока пока